В 2011 году Сызранскому высшему военному авиационному училищу грозило расформирование. Но год назад штаб военно-воздушных сил России принял решение о сохранении военного вуза. Кроме того, что летчиков будут готовить, как и прежде, на высшем уровне, шансы попасть именно в это училище у молодых людей увеличились. В этом году планируют принять 524 курсанта. Набор уже начался. Многие люди в детстве мечтают о мужественных профессиях. Некоторые хотят стать космонавтами, другие – летчиками. А кто-то, и переступив порог зрелости, не только об этом мечтает, но и воплощает свои детские мечты в реальность. Когда я еще пришел в кадетскую школу, решил связать свою жизнь вообще с морем, выбрать профессию военного. Военно-морское направление имеет тоже несколько, так сказать, поднаправлений. То есть и палубная авиация, и дальняя авиация. Все взаимосвязано. Поэтому не исключено, что, допустим, стану военным летчиком. Кадету Ивану стоит пожелать успехов и удачи в его начинаниях. Не все молодые люди могут с такой же уверенностью говорить о своей будущей профессии. Хочу посвятить медицине свою, жизнь, так говоря. И еще выбрал авиационное училище Сознанскую. Юристов и экономистов слишком много, а летчиков мало. То, что я свою жизнь с погонами, ну, вижу, это точно. Потому что сейчас зарплата хорошая у военных, во-первых. Во-вторых, там инфраструктура, квартиры дают. Ну, в казармное положение три года. Деньги выплачивают. Деньги выплачивают, да. Стипендия хорошая. Так, что там еще? Ну, все-таки патриотизм какой-то есть. Интересный разговор состоялся между кадетами и представителями Сызранского военного вертолетного училища. За 50 лет своего существования высшим военным училищем подготовлено более 20 тысяч летчиков. 60 из них стали героями Советского Союза и России. Как отмечают многие военные, выпускники Сызранского военного училища – это золотой фонд российской военной авиации. В училище созданы все условия для подготовки высококвалифицированных вертолетчиков. Учебно-материальная база состоит из новейших тренажерных комплексов. Аудитории и классы спецподготовки оборудованы по последнему слову техники. Практика начинается на современных учебных вертолетах, а заканчивается на боевых. Учебный отдел сейчас отремонтировали с первого по четвертый этаж, все по последнему слову. Есть и проекторы, и интерактивные доски, и компьютеры, и интернет. Все это присутствует, все есть. Профессорско-преподавательский состав на самом высшем уровне. У нас есть и доктора, и кандидаты наук. Конечно, профессия сложная и кажется многим чем-то недоступной и недосягаемой. Отчасти так. Для того, чтобы стать летчиком, необходимо не только пятерки в дневнике, отвага и влечение к небесам, но и большая физическая выносливость в комплексе с годами усердной работы и тренировок. Это знает курсант Алексей Васильев. Пять лет назад молодой человек после окончания кадетской школы в Чебоксарах отправился поступать именно в Сызранское училище. И рад, что серьезный отбор ему удалось пройти. Конечно же, хотелось бы подробнее остановиться именно на летной практике, на прыжках с парашютом. Это, конечно, незабываемо. В общем, за годы учебы я ни разу не усомнился в правильности выбора своей профессии. Очень горжусь. Диалог с гостями получился очень живой. Кадетов волнует востребованность в наши дни такой непростой профессии. После окончания учебы происходит распределение офицеров по местам службы в разные вертолетные полки, которые дислоцируются по всей России. У тех, кто оканчивает училище с красным дипломом, есть привилегия – выбирать место службы самому. Данифат Агерова, Андрей Спиридонов, Республика.